Привет, друзья! Меня всегда захватывала тему полётов в космос. И хоть я сам никогда и не мечтал стать космонавтом, всё же есть один вопрос, который не оставляет меня в покое. Насколько велик риск погибнуть при полёте на околоземную орбиту? Давайте сразу и к делу. Посмотрите на то, что сейчас происходит на космодроме в Бока-Чике. Компания SpaceX один за одним штампует прототипы кораблей Starship и устраивает тестовые запуски. Да, испытания идут с переменным успехом, и последний тест Starship SN11 закончился неудачей. Ну, то есть взрывом корабля в воздухе во время снижения. Но в общем и целом это же хорошо. Пусть лучшие корабли взрываются во время тестов пустыми, чем во время реальных запусков и с людьми. За всю историю космонавтики аварии на пилотируемых кораблях унесли 18 жизней. При этом про катастрофы Союза-1, Союза-11 и шаттлов Челленджер и Колумбия сняты документальные фильмы и целые тонны роликов на Ютубе, которые буквально по секундам воссоздают картину происшествий. Ну, а соответственно, мне нет смысла пересказывать все эти истории заново. Для меня главное проследить цепочки событий, которые привели запуски к катастрофе. И когда мы это сделаем, вы удивитесь, как много общего между этими авариями. А начнем мы с 4 октября 1957 года. Это дата запуска советами первого искусственного спутника на околоземную орбиту. И тогда же начинается космическая гонка между СССР и США, которая продлится с разной интенсивностью вплоть до развала Советского Союза. В то время желание показать сопернику Кузькину мать двигало вперед космическую отрасль. При работе над кораблем «Восток-1», в котором Гагарин и совершил тот самый первый полет, отец отечественной космонавтики Сергей Павлович Королев установил правило «Три успешных беспилотных запуска и отправляем человека». При этом он запретил исправлять недочеты, выявленные в конструкции «Востока», так как в целом они не влияли на успешность миссии, но работа над ними совершенно точно отсрочила бы запуск первого человека в космос. В какой-то момент может показаться, что правило, введенное Королевым, не очень-то и работает. Ведь 23 апреля 1967 года, сразу после выхода корабля «Союз-1» на орбиту, у него не открывается одна из двух солнечных батарей. А поскольку это нештатный режим для корабля и исправить проблему не получается, его решают посадить на Землю. И уже при спуске в плотных слоях атмосферы возникает еще одна серьезная проблема. Не открывается основной парашют. И мало того, что он не открывается, он еще и не отстегивается, что мешает раскрытию запасного парашюта. И на скорости в 50 метров в секунду, а это на минуточку 180 км в час, аппарат врезается в Землю. Единственный пилот, космонавт Владимир Комаров погибает на месте. Тут интересен один очень важный момент. Пилотируемый запуск «Союза-1» совершили после трех неудачных беспилотных пусков. При этом инженеры выявили в конструкции корабля более 200 недочетов. Но даже с учетом этого полет с космонавтом на борту не был отменен. А руководство страны стояло над душой инженеров и говорило, мол, «Вы че, за последние два года американцы совершили уже 10 пилотируемых пусков, а мы еще ни одного». И инженеры работали под давлением в спешке, не обращая внимания на неудачные запуски. А правило Королева не сработало, скорее всего, потому что к моменту запуска «Союза-1» его уже не было в живых. А другого такого же лидера, который бы смог настоять на переносе сроков запуска из-за недоработок, просто не нашлось. А что же у американцев? Давайте посмотрим на катастрофу шаттла «Челленджер» в 1986 году. До этого шаттлы уже летали в космос 25 раз. А конкретно для «Челленджера» этот полет должен был стать десятым. Однако это совсем не значило, что корабли были идеальными. Конструкторы не особо любили распространяться о тех недочетах, которые были в шаттлах. А НАСА просто продолжало их эксплуатировать, закрывая глаза на проблемы. И даже более того, НАСА предполагало, что в ближайшем будущем шаттлы будут летать в космос чуть ли не два раза в месяц. А для того рокового запуска «Челленджера» вообще придумали конкурс, по которому в космос взяли не подготовленного космонавта, а обычного человека — школьную учительницу. Отчего интерес к полетам на шаттлах у американцев значительно возрос. И это был хитрый ход с расчетом, что на таком подъеме интереса можно будет выбить еще больше денег на полеты. Руководство НАСА и подрядчик Мортен Сайкл, производящий твердотопливные ускорители для шаттлов, прекрасно знали, что резиновые уплотнительные кольца, которые используются для герметизации швов секций этого самого ускорителя, имеют недостатки. Так, например, после запуска шаттла «Дискавери» в 1985 году специалисты компании обнаружили, что горячие газы прожгли одно из колец и даже добрались до второго. Правда, сам ускоритель выполнил свою задачу и забросил шаттл на орбиту, а потому эти риски посчитали допустимыми. Знали они и то, что при низкой температуре и без того опасные резиновые уплотнители становились твердыми и оттого еще менее герметичными. Но в день старта шаттла, когда на мысе Канаверал температура упала ниже нуля, руководство НАСА так и не решилось отменить запуск. В ходе закрытой конференции, которую проводило Американское космическое агентство с менеджерами и руководителями Мортен Файокл, инженер Роджер Бажоли требовал отменить запуск в назначенное время. Однако с его доводами никто не согласился, и НАСА просто отказалось переносить запуск шаттла. «Перестаньте думать как инженер и начните думать как менеджер», сказал Роджер Бажоли какой-то из управленцев. Этот подход заставляет меня вспомнить один очень мерзкий совет, который я частенько слышал на различных производствах. Работает не трожь. Я считаю, что любую технику нужно обслуживать и допиливать в процессе ее эксплуатации, потому что в какой-то момент это не трожь может перерасти в серьезные последствия. Вот вам следующий пример. Следующей трагедией для СССР становится гибель экипажа «Союза-11» в июне 1971 года. Взяв курс на развитие и создание пилотируемых космических станций, Советы в апреле 1971 года запускают в космос «Салют-1» — первую в мире орбитальную станцию. Правда, изначально она называлась «Заря», но просто за два дня до запуска все вдруг вспомнили, что такое же название было у китайского спутника, который запустили буквально годом ранее. Поэтому станцию спешно переименовали в «Салют», но, как говорят скрытые источники, жестянка, которая болталась в космосе, на борту имела надпись именно «Заря». Эта станция была достаточно сырой, но для руководства страны это же не было поводом не отсылать туда людей. Вскоре корабль «Союз-10» попытался выполнить первую стыковку с орбитальной станцией, однако из-за неполадок со стыковочным штырем операция прошла неуспешно, и корабль пришлось отправить обратно на Землю. Там стыковочный модуль допилили на скорую руку, и вот уже «Союз-11» вместе с новым экипажем отправился в космос для того, чтобы выполнить вторую попытку пристыковаться к орбитальной станции. Запуск прошел более-менее успешно, ровно как и сама стыковка. И вот уже экипаж из «Союза-11» переходит на борт «Салюта-1». Это был исторический момент, потому что этот экипаж был первыми людьми на первой в мире космической орбитальной станции. Правда, радость длилась недолго, ибо через 11 дней после стыковки на станции произошел небольшой пожар в оборудовании. Вместе с ЦУПом команда решила, что нельзя дальше продолжать эксперимент, и в скором времени нужно покидать станцию. Через 23 дня после стыковки команда снова возвращается в корабль «Союз-11» для того, чтобы отправиться домой. Именно при возвращении домой на высоте в 150 км произошла разгерметизация корабля. По какой-то причине сработал аварийный вентиляционный клапан, который чисто теоретически должен был сработать на высоте то ли 7, то ли 4 км. Однако он сработал на высоте в 150 км, и буквально за пару минут давление внутри корабля упало с 760 мм ртутного столба до 50 мм ртутного столба. При этом команда потеряла сознание буквально через 20 секунд после начала разгерметизации, а значит у нее не было времени для того, чтобы найти причину и как-то ее устранить. В дальнейшем команда погибла от декомпрессионной болезни. И хотя истинную причину разгерметизации аварийного клапана так и не выяснили, более осознанный подход безопасности мог бы спасти жизнь космонавтам. Например, на «Союзе-11» не предусматривались скафандры. А знаете, как так получилось, что космонавтов начали упаковывать в корабли без скафандров? Еще при «Живом Королеве» Хрущев потребовал, чтобы в космос отправились разом три космонавта. Ну а поскольку к тому времени «Восход-1» был уже практически собран, а по конструкции он позволял разместить внутри только двоих членов экипажа в скафандрах, для того, чтобы выполнить требования, пришлось ставить дополнительное сидение, ну а членов экипажа просто раздеть, чтобы они занимали меньше места. Ну а после удачного запуска «Восхода-1» это решение перекочевало и в корабли типа «Союз». Ну а че, кабину переделывать не приходится, полезного груза можно взять больше. Один раз забили на безопасность и выиграли, но ведь постоянно выигрывать не получится. Вот американский «Челленджер» взорвался на 73-й секунде полета 28 января 1986 года. Как и предполагалось, резиновые кольца не выдержали и прогорели. Однако все оказалось не так просто, ведь на первых секундах работы двигателя шлак, который образуется при сжигании алюминия в твердом топливе, забил образовавшуюся щель. И на таком ускорителе, в принципе, шаттл мог бы еще подняться до орбиты, однако на высоте в 10 километров порывом ветра его сильно тряхнуло. Ну и, соответственно, эту пробку из шлака просто выкинуло из щели. Ну а следом за ней полетел уже и огонь, который начал прожигать топливный бак. Собственно, из-за чего и произошел взрыв. Как вы понимаете, причина всей этой катастрофы — это халатность. То есть халатное отношение руководителей к реальным техническим проблемам, о которых все знают. Ну, можно и разве так поступать? В 2003 году подобный подход к безопасности со стороны НАСА вызвал еще одну катастрофу шаттла «Колумбия», в которой погибли все семь членов экипажа. Руководство космического агентства просто не смогло оценить всю серьезность повреждений теплоизолирующего слоя шаттла, которое он получил во время старта. Поэтому при возвращении из космоса он просто сгорел в плотных слоях атмосферы. К сожалению, никто не может дать стопроцентной гарантии безопасности пилотируемых полетов, потому что нельзя забывать хотя бы про такую штуку, как человеческий фактор. Поэтому в SpaceX свои шансы оценивают примерно следующим образом. На каждые 270 запусков может быть один неудачный. Например, у шаттлов этот же показатель был 1 к 80. Многие шишки, которые в свое время набило НАСА, сейчас превратились в свод правил и требований, которые предъявляются частным компаниям, таким как SpaceX, Boeing или Lockheed, что, соответственно, повышает безопасность создаваемых ими кораблей. Кроме того, SpaceX отлично понимает преимущества реальных испытаний и проводит их, в отличие, например, от такого гиганта, как Boeing, который больше склоняется к компьютерному моделированию полетов. На старте испытаний Starship Musk заявил, что будет построено не менее 20 прототипов, прежде чем будет получен один рабочий образец. Это великолепный подход, потому что построить с первого раза работающий прототип просто невозможно. Но зато можно проводить тесты, выяснять недочеты и исправлять их. Таким образом еще повышать надежность и безопасность корабля. Ну а как вывод, все вышеописанные аварии случились либо из-за преступной халатности, либо из-за адской спешки и работы людей на износ, в попытках всех удивить и быть первыми. На этом у меня все, друзья. Покеда! Субтитры создавал DimaTorzok